По поручению губернатора Евгений Бражников отчитался о работе фонда капитального ремонта в 2016 году. Свою первоначальную задачу сбор денег фонд выполнил на 80%, собрав 559 миллионов рублей. Это один из лучших показателей среди регионов ЮФО и СКФО. Сегодня организация обслуживает более 350 тысяч собственников. По словам Евгения Бражникова, успехи связаны с масштабной пропагандистской разъяснительной кампанией, которую развернул фонд. Теперь люди реже задают вопрос, а зачем это надо, а стали, как выразился Бражников, настоящими докторами наук капитального ремонта и хорошо знакомы с законодательством. Претензионную исковую работу в любом случае мы провели. Порядка 4,5 тысяч исков мы направили в суды. Своеобразный, так сказать, кнут у нас такой небольшой есть, но хочется больше, чтобы через публицистику, через разъяснительную работу люди понимали, конечно, что эта необходимость – это важный процесс собирания средств. Глава фонда рассказал о некоторых проблемах, с которыми столкнулась организация. На этапе траты собранных средств возникли неожиданные трудности. Так, почти половина собственников отказалась от ремонта. Причины были разные. Самые частые – не смогли вовремя провести собрание домов или просто не верят в программу. Вторая проблема – нежелание подрядчиков участвовать в тендерах, которые проводит фонд. Особо остро это было заметно на этапе проектирования. Дома, которые сегодня мы в программе ремонтируем, самый молодой, который был из этих, ему было 60 лет. Самый возрастной – 160, со взносом конструктивов 70%. Не каждый проектировщик, не каждая организация захотела на себя брать ответственность, чтобы потом, в случае каких-то других последствий, нехороших, взять на себя ответственность по проектированию на капитальный ремонт. Найти одного подрядчика, который бы отремонтировал все дома, участвующие в программе фонда капитального ремонта, было практически невозможно. В 2016 году с учреждением работало 90 подрядных организаций. Это, как выразился Евгений Бражников, целая армия, с которой нужно было построить индивидуальную работу. В итоге, в прошлом году из 606 домов 535 были отремонтированы. Однако гендиректор фонда подчеркнул нюансы. 358 домов – это те, которые сегодня уже имеют подписанные акты выполненных работ. И порядка 177 домов – это дома, которые уже официально работы завершены, но работы по принятию работ продолжаются. Эта процедура, к сожалению, сегодня не однодневная, даже неделю занимает, а до месяца иногда до двух, к сожалению. Отдельным пунктом в программе стоят памятники архитектуры, нуждающиеся в ремонте. Здесь особый порядок проведения работ, не все подрядчики могут участвовать в конкурсах и тендерах, нужна особая лицензия. Однако работа проделана значительная. В 2017 году к 240-летию Ставрополя в городе отремонтируют порядка 130 домов. Особое место занимает историческое наследие города. Сейчас, конечно, город будет прихорашиваться. Мы надеемся вместе с вами, как и жители города Ставрополя, что Карл Маркс у нас заиграет. И в этой деятельности, конечно, фонд принимает самое активное участие. Те дома, которые являются памятниками архитектуры, то дня празднования юбилея нашего города будут отремонтированы. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.